Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня покажу вам, как связать вот такой красивый двухцветный узор, состоящий из платочной вязки и жгута двухцветного. Узор совсем простой, вяжется он быстро и несложно его запомнить. Вот такая у него изнаночная сторона. По лицевой стороне на платочном вязании у нас идут объемные жгутики. Раппорт этого узора состоит из 9 петелек, 4 из которых это петли жгута и 5 петелек расстояния между жгутами. Расстояние между жгутами можно менять на свое усмотрение, увеличивать его или уменьшать точно так же, как и перехлёстики. Можно делать их почаще, можно пореже. Здесь уже дело вкуса. Я покажу просто сам принцип этого узора, а дальше вы уже сфантазируйте сами. Для поворотного вязания мы набираем кратно 9 петли, плюс 1 петелька для симметрии и 2 кромочные петли. Нам нужно будет пряжа двух оттенков. Вот у меня здесь есть такие маленькие клубочки. И начнем, допустим, с какого-то одного цвета. Наберу 2 раппорта. Это 9 плюс 9, 18 плюс 2 кромочные 20 и 1 для симметрии. 21 петельку сейчас наберу и провяжу пару установочных рядов просто лицевыми петлями. Ну вот, допустим, вы уже вязали одним цветом, у вас провязана какая-то кромка, либо резиночка. И добавляем второй цвет, вводим в работу. Первую кромочную провяжу лицевой. И приступаем к вязанию раппорта. 3 петельки лицевые. Это у нас платочная вязка. Дальше у нас 4 петельки жгутика. 2 петли будут одного цвета, 2 петли другого. Там, где у нас будет жгутик бежевого цвета, Эти петли мы переснимаем, когда вяжем сиреневой ниточкой. 2 снимаю петли под будущий жгут, 2 провязываю лицевой. И заканчиваю раппорт узора двумя лицевыми петлями. Вот, провязали 9 петель раппорта. Кромочная, 3 петли у нас платочное вязание будет. 4 петли жгутика и 2 платочного вязания. И повторяем раппорт. 3 лицевые петли. 2 петельки снимаем. Рабочая ниточка идет у нас по изнаночной стороне. Далее 2 лицевые. Я их проговариваю отдельно, потому что это петли жгута. И 2 лицевые платочного вязания. Плюс 1 для симметрии петля. Она у нас тоже будет платочной вязкой провязываться по всему полотну. И кромочная петелька. Провяжу изнаночной. Первый ряд провязали. Второй ряд. Снимаю кромочную петлю. Петли платочного вязания провязываем лицевыми и с изнаночной и с лицевой стороны. Провязываю 3 лицевые петли. Дальше у нас 4 петли будущего жгута. Фиолетовые петли провязываю изнаночными. Бежевые петли просто переснимаю. Ниточку введу по изнаночной стороне. Сейчас перед работой. Дальше вяжем платочным вязанием. Между жгутиками у нас получается по 5 петелек. Вот мы видим 4 петли жгута. Две у нас фиолетовой ниточкой провязываем изнаночными. И 2 петли переснимаем для того, чтобы сохранить за ними бежевый цвет. Довязываем платочной вязкой, то есть лицевыми петлями. 3 лицевые петли получаются и кромочная петля. В каждом лицевом ряду меняем ниточку. Я снова беру бежевую нить в работу. Провязываю первую кромочную лицевой петлей. И дальше вяжу 3 лицевые петли. Дальше у нас идет жгутик. Мы вяжем бежевой ниточкой и видим 2 петли бежевого цвета. Мы их провязываем лицевыми. Петли жгута другого цвета мы переснимаем. Завершаем раппорт двумя лицевыми петлями. И повторяем. 3 лицевые петли. 2 лицевые петли жгута. Следующие 2 петли жгута переснимаем, так как они другого цвета. 2 лицевые петли раппорта. Это платочное вязание. И одна, которая для симметрии была петелька в конце ряда. И кромочная петля. Четвертый ряд. 3 лицевые петли. 3 петли платочной вязки. Далее фиолетовые петли жгутика мы переснимаем. 2 петли провязываем изнаночными петлями. Дальше у нас 5 петелек платочного вязания. То есть 5 лицевых. Снова жгутик. Переснимаем 2 петли. Следующие 2 петли провязываем изнаночными. Далее платочное вязание и кромочная петля. Чередуем ниточки. Провяжем так и еще 4 ряда. 2 ряда фиолетовой и 2 ряда бежевой нитью. То есть повторяем сейчас с 1 по 4 ряд. Провязали несколько рядов таким способом. И сейчас в этом ряду мы сделаем с вами перехлёстик. Меняю ниточку. Довязываю до жгута. И перекрещиваем по 2 петельки в любую можно сторону. Как у вас задумано по рисунку, по узору. Давайте сделаем как у меня на образце. Я сейчас сделаю перехлёст налево. Подцепляю с изнаночной стороны 2 петли фиолетового цвета. И вот так меняю их местами. Фиолетовый я должна провязать. Потому что я сейчас иду фиолетовой нитью. Провязываю фиолетовые петельки. А бежевые просто переснимаю на правую спицу. И продолжаем вязать платочным вязанием. Платочным узором. Дошли до следующего жгута. Точно так же подхватываю 2 фиолетовые петли за работой. Можно это делать с помощью вспомогательной спицы. Кому как удобно. Перекрещиваю на правую спицу. Перекрещиваю на правую спицу. Ой, простите, налево. Провязываю фиолетовые петли. Бежевые просто переснимаю. Идем на изнаночную сторону. Кромочную снимаю. 3 лицевые петли. Бежевые петли переснимаются. Потому что в работе фиолетовые нить. Фиолетовые петли жгутика провязываем в изнаночном ряду изнаночными петлями. Далее 5 петель платочной вязки. Переснимаю 2 бежевые петельки. Ниточка по изнаночной стороне. 2 изнаночные петли. 3 лицевые петли. И кромочная. Снова меняем ниточку. Так, первую кромочную провязала. 3 петли платочного вязания. Фиолетовые петельки у жгута переснимаем. Бежевые провязываем. Далее платочное вязание у нас. Доходим до следующего жгута. Переснимаем фиолетовые петли. Бежевые провязываем. Довязываем платочным вязанием. Кромочная. Изнаночный ряд вяжем по узору. 3 петельки платочного вязания. Дальше у нас 4 петли жгута. Мы идем бежевой ниточкой. Поэтому бежевые петельки провязываем. Изнаночными петлями. Фиолетовые петли переснимаем. Дальше идем лицевыми петлями. До следующего жгутика. Две изнаночные. Фиолетовые петли переснимаются. И между жгутами у нас платочное вязание. Дальше вы вяжете по этому же принципу. Делаете перехлёстики на том расстоянии друг от друга, которое вам нравится. Которое вы задумали в своем изделии. Вот на этом образце, например, у меня первый перехлёст был в девятом ряду. А второй я сделала уже через два ряда выше. И дальше вот уже просто прямо провязала, посмотрела, что получается. Можно здесь перекрутить, можно еще провязать выше. Вот такой красивый узор. Надеюсь, он вам понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!